Олимпийские игры закончились, все запреты сняты, приток мигрантов в Сочи снова начинает расти. Как контролировать количество приезжих, сегодня обсуждали на Большом межведомственном совещании с участием полицейских, сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и представителей власти. Заместитель генпрокурора России Сергей Воробьев очерчивает круг проблем, которые тормозят наведение порядка с миграцией, в том числе ненадлежащее исполнение полномочий органами внутренних дел, отсутствие контроля за проживанием мигрантов, незаконная выдача разрешений на временное проживание, их регистрация в резиновых квартирах и бесконтрольное привлечение иностранных работников к труду. В числе приоритетных должны находиться вопросы профилактики в сфере миграции. Это прежде всего социальная и культурная адаптация мигрантов, контроль за их деятельностью. И здесь важно, чтобы органы власти в полном объеме реализовывали свои полномочия. Сократить количество незаконных мигрантов помогут профилактические рейды. Тем более опыт уже есть, олимпийский. Он распространится не только по краю, по всему округу. Уже сейчас, с началом курортного сезона, эта работа активизировалась. На улице вместе с полицейскими выходят представители общественности. В Сочи, во всем крае, еще и казаки. Самое главное, что вместе с полицией мы сможем во многом снизить преступность и вернуть уверенность жителей нашего края о том, что территория Кубани достаточно безопасна. Для полиции, с учетом сокращения кадров, с учетом огромного объема работ, курортного сезона, сегодня казаки восполняют эту нишу. И мне кажется, все достаточно проходит эффективно. Плюс к тому, еще 500 казаков мы набираем сегодня на работу. И я думаю, что это будет на пользу. Опыт края по привлечению казаков к охране общественного порядка, которых, кстати, на Кубани уже полторы тысячи, заместитель генпрокурора страны призвал применять во всех субъектах Южного федерального округа. Говорили на совещании и о приезжающих с Украины. Сейчас только на Кубани их уже более трех тысяч, пока всего 40 человек из них официально оформили статус беженца. И сегодня важно, чтобы вместе с людьми, которые спасаются от войны, на юг страны не хлынули экстремисты, провокаторы и преступники. Поэтому принято решение усилить работу с мигрантами на всех уровнях – и среди правоохранителей, и органов власти.